Приветствую вас, дорогие друзья, на очередном выпуске InstallGAD News. С нами сегодня гость Роман Ануфричук, преподаватель в Черновицком национальном университете. Как всегда, мы подготовили некоторые новости, я бы сказал, даже темы для обсуждения на сегодня. И вот с чего я бы хотел начать. Тема, может быть, или новость, это отношение к исламу в Европе. Прошла волна терактов, это у нас Барселона, Камбрильс и Брюссель и другие теракты, которые все учащаются, все их больше и больше в Европе. И практически за каждым терактом стоит какой-то исламский радикализм. Да, не все исламисты, мусульмане, террористы, но практически за каждым терактом стоит возглас Аллах Акбар. Вот миграционная политика в Европе достаточно толерантная, достаточно такая вот, может быть, непонятная, нежесткая. И то ли из-за страха, то ли по каким-то другим причинам. С точки зрения христианства, какая должна быть наша позиция, христианская позиция к миграции мусульман в Европе? С одной стороны, мы тут открываем двери и очень гостеприимные, но ничего подобного на Ближнем Востоке не происходит и мы знаем, какое отношение по отношению к христианам там. Какое должно быть наше отношение? Безумовно, что террористические акции – это всегда плохо. Это есть смерть, это есть распад, это есть расчарование, это чувство беспорадности. И часто густо в таком состоянии мы можем делать какие-то неправильные висновки в анализе этих событий. Я хотел бы, чтобы в анализе цієї проблемы мы разделили миграционную политику в Европе и, безумовно, террористы, которые делают недобрые дела. На мою думку, сам ислам, он достаточно такий ризный. И порівнювать и сказать, что все, кто говорит ислам, есть террористы, это несправедливо. И поэтому я вважаю, что терроризм – это плохо, а с приводу миграционной политики тут нужно быть очень-оченьким. Потому что Европа, возможно, десь так глибоко чувствует, что в минулые века она была колониями, много стран были колониями, и поэтому они работали на европейцев, и десь это желание помогать им. Я слышал еще одну такую думку, что причина того, что европейцы такими так распростерлили свои руки для беженцев, приезжает в том, что ось сделать их христианами. То есть показать им альтернативу, показать им, что европейцы, которые споведуют христианству, что они толерантны, что они открыты для того, чтобы помогать. Но это наоборот, все-таки идет исламизация Европы. Мне кажется, не мы влияем, а вот ислам влияет на христианскую Европу. Но тут уже проблема не ислама, а проблема христианства, и насколько оно сильное в Европе. Я погоджуюсь с висловом Ангели Меркель, канцлерки Немеччини, которая сказала про то, что у нас не много исламу, у нас очень мало христиан. И поэтому как раз слабкость христианства на фоне этого ислам выступает достаточно сильным, и он изменится, он впливает на европейцев. Вместо того, чтобы христиани, христианские европейцы впливали на мусульман, он происходит совсем-всемь наоборот, но все это как раз связано с слабкостью христианства. Но все-таки, с одной стороны, христиане должны проявлять любовь. И вот как совмещается эта любовь с угрозой потерей христианской идентичности? В конце концов, если стратегически посмотреть на эти вещи, то, скорее всего, может закончиться тем, что исчезнет христианство, или уменьшится в количестве очень сильно в Европе. С одной стороны, мы хотим влиять, но разве не нужно принимать какую-то стратегическую, может быть, позицию по этому поводу. То есть, все мы должны оставлять так, как есть. Неможливо, выставлю свою думку. Я вважаю, что, если христианство есть слабкое, то даже были бы мусульманы, или их бы не было, оно тоже преречено. И тому, десь, наоборот, присутность другой какой-то релігийной тече в межах Европы, оно бы мало спонукувать христиан в Европе стати більш мобильнейшими, сгуртованнейшими и працювать на то, чтобы стати мощнейшими. То есть, я не думаю, что ислам каким-то чином очень шкодит христианству. Христианство саме, оно имеет другие причины, почему оно слабкое. Но все-таки, чтобы уменьшить количество терактов, есть какие-то механизмы? Больший контроль должен быть за этими людьми? Или просто чувствовать себя ущемленными представители ислама в этом случае, если предъявить слишком пристальное внимание, проверять, потому что вот они представители ислама, и многие из них совершают эти теракты. То есть, должны быть включены какие-то механизмы для того, чтобы как-то уменьшить именно на национальной или на религиозной основе на почве? Ну, бачите, это вопрос, оно достаточно сложное и не имеет однозначной ответственности, потому что мы видим, что США где-то делают спроби подобную стратегию выбрали, где-то в Европе звучит такие думки с приводу того, чтобы каким-то чином обмежить это. Но я думаю, что для того, чтобы быть объективным в анализе этого вопроса, нужно четко понимать, что европейцы, как христиани. Они видят людей, которые снедолены, которые не имеют что-то есть, которые не имеют что одеться, которые не имеют что-то одеться, которые должны оставить место своей домовки. И мы хорошо знаем статистику, что много из них даже не допливает до места призначения. То есть, я думаю, что, скорее всего, это должно быть керуваться таким впечатлением, впечатлением этих людей. Они бедные, снедолены. И, безусловно, что наявность таких отхилений, этого исламского радикализма, через ряды этих мигрантов потрапляют эти террористы, безусловно, что это неприятно. Но, тем не менее, тут нужно быть объективными и довольно уваженными для того, чтобы принимать какие-то конкретные решения. Переходим к второй теме, может быть, новости. Вот недавно Украина пережила так называемую декоммунизацию. Мы лишились вождей пролетариата, этих всех памятников, хотя еще не все снесли. Как бы, с одной стороны, оправданно, потому что христиане, особенно с точки зрения христианства, очень сильно страдали при коммунистическом режиме. Но как-то вот это явление продолжается. И не только по отношению к Ленину и таким памятникам. Вот в Штатах недавно начались сносы памятников по другим причинам. И вот сейчас выходят некоторые новости, что перешли, вот война с памятниками в США перекинулась на религиозные монументы. Ну, я понимаю, что за каждым случаем стоит там своя история, своя причина. Ну, вот я вижу какую-то тенденцию, вот снос памятников. Потом я вижу тенденции вот революции, выступы против диктаторов. Это та же Ливия, Ирак, Афганистан. Вот это явление. И вот я вспоминаю на этом фоне одного из авторов христианских, Йен Тейлор, который говорил, что перед тем, как вышла теория Дарвина, это атеистическая теория Дарвина, то была череда революций. Это конец XVIII века, это начало XIX, Англия, Испания, Франция, США. Практически ключевые европейские страны пережили революцию. И в конце концов, как результат, мы получили там вот снизвержение Бога с престола и поставили что-то другое. Видите ли вы взаимосвязь с тем, что произошло тогда и с тем, что происходит сейчас? Или это несвязанные вещи? И если есть какая-то взаимосвязь, чего нам ожидать после всех этих проявлений и вещей? Вот мы сейчас говорим вот за дух времени, за тенденцию. Чего хотят люди? Что хотят поставить вот на педестал ценностей? Безумовно, что то, что стало в штате Вирджинии, оно показывает, насколько общество сейчас, оно таке мобилизоване, и если они видят какие-то такие тенденции в правильную сторону, оно завжди сгуртовывается и каким-то чином противодействует этому. Это мы можем говорить про такий потужный институт громадянского суспільства, который является характерным для США. Безумовно, что десь так, если анализовать все события, которые происходят в последние 10 лет в разных частях Земли, безумовно, что логично было бы проводить ланцюг, связывать все эти события и говорить про то, что это действительно характеристикой времени, в котором мы живем. Безумовно, что, дивитесь даже на Европу, мы бачим ті побоювания, что ось политическая вага всяких таких правых радикалов, вона сближается. Тобто, в суспільстве есть запит за такими политическими какими-то идеями. И, безумовно, что дух, який мы живем, час, який мы живем, он характеризуется такими тенденциями, что все нестабильно. И мы, безумовно, что и той висновок, який вы сделали, и той висновок, який, возможно, мы можем різных висновок сделать при анализе такой ситуации, которая происходит. Но я хотел бы просто, чтобы мы, как христиане, чётко понимали, что то, что сейчас происходит, оно мает нас тоже сгуртовывать и понимать, что на фоне всех этих нестабильностей наша вера в Бога – это то, что мы имеем, и мы можем расчаровываться в разных политических условиях, политических лидерах, которые могут изменять свои какие-то святоглядные позиции. Но если мы твердо стоим на христианских позициях, то, безумовно, мы никогда в этом не расчаруемся. Вот правозглашение вечных христианских ценностей в обществе имеет будущее, да? Любые какие-то сверхидеи, когда преподносится то ли личность, то ли идея, как-то люди не воспринимают и хотят это не звергнуть. А вот именно христианские вечные ценности имеют будущее в том плане, чтобы люди приняли это и исповедовали это. Безумовно, что даже мы с этого года справляем або изначаем такую важную подию 500-летию реформации, и один из ступков реформации – только Богу належит слава. Тобто, жодный политический, релігийный діяч, який би не был харизматичный, настолько он би не был здебный, он не может виправдать все очевидения, которые на него ставят. Единый, кто виправдовывает очевидение, это, безумовно, Иисус Христос. И поэтому, когда мы сегодня презентуем Христа, то, что Он может дать каждой человеке, оно остается незминным через веки. Это спасение для души, то есть возможность иметь такие близкие отношения с Богом, возможность на уровне Духа чувствовать Божью присутность. Это цены, которые могут иметь место в жизни человека сегодня. Третья новость для рассмотрения нам сегодня. Мы подчеркнем Венгрию, которая достаточно хорошо выделяется на фоне остальных европейских стран, именно своими христианскими ценностями. Вот кое-что по этому поводу прочитаем. Новая конституция Венгрии однозначно христианская. В ней говорится, что брак — это союз одного мужчины и одной женщины, а жизнь начинается с момента зачатия. В ней даже есть фраза «Боже, благослови венгров». Венгерская церковь веры имеет 300 филиалов и является одной из крупнейших церквей-пятидесятников в Европе, насчитывая 70 тысяч членов. А венгерское правительство взяло на себя роль защитника христианства. Оно даже создало специальный орган, чтобы помогать преследуемым христианам во всем мире. Вот нам всегда говорят, что в Европе какие-то аморальные ценности, и Европа требует внедрения каких-то аморальных, с нашей точки зрения, христианской законов. И все-таки есть же примеры. Есть же примеры Венгрии, а другие страны, даже Польша, может быть, Румыния, что мешает нам не прогибаться под аморальные тенденции или требования. Или все-таки мы не прогибаемся и достаточно хорошо с этим справляемся, с этими требованиями и нападками? Ну, насколько мне известно, у нас в Украине есть такая всеукраинская рада церквей, куда входят представники разных церквей. И насколько мне известно, они досы таки ретельны в том, что происходит на таком законодательном уровне. То есть они всегда пытаются вибудовывать диалог с различными гилками влады, в том числе, насколько мне известно, у меня встречи с спикером, с премьер-министром, с президентом, где они висловлюют свои невдоволения и говорят про то, что мы инши думки. И я думаю, что чем больше общество наше будет сведомо того, что за это нужно бороться, про это нужно говорить, тем больше подстав будет даже в наших государственных действиях и делать какие-то или иные висновки, тем или иные выборы, тем или иные действия. Я думаю, что тут нужно нам говорить про сильный институт громадянского суспільства, где суспільство мобилизуется и говорит, что это нам не нужно, это нам нужно. И я уверен в том, что Украина, она мает свою историю, она мает традиционные ценности, которые мы считаем, что они правильные. И нам нужно разным чином и разными способами их отстойвать. Вот вопрос. Возможно, полная интеграция Украины в европейскую систему, но с сохранением своих традиционных ценностей, культуры и своей веры? Безумовно, моя думка такая, что мы можем, так? Мы можем с нашими ценностями, с нашим пониманием института семьи, безумовно, мы можем быть полноценными членами Европейского Союза, как это приклад той же самой Польши, которая разными способами отстойвает крок за кроком, отстойвает то, что принциповым для общества. Будем надеяться, будем надеяться на это. Хорошо, и вот такая новость, простая, легкая, для того, чтобы, может быть, нас всех предупредить. Ученые доказали, что сахар вызывает зависимость, как и кокаин. Потребление сахара производит эффект, подобный эффекту кокаина. Изменение настроения с помощью способности вызывать чувство удовлетворения и удовольствия. Особо не будем обсуждать эту новость, но еще раз предупредим, что заботитесь о здоровье. Многие вещи, которые, на первый взгляд, кажутся безобидными, все-таки тоже делают нас зависимыми. И мы, как христиане, должны заботиться и о своих телах, и о своем здоровье. И последний такой анонс. Ник Вуйчич будет в Киеве 17 сентября. Расскажите немного по этому поводу. Может быть, мы пригласим людей на это мероприятие. Безумовно, что 17 вересня – это будет важный день в истории нашей Украины. Потому что впервые на центральной площади города Киева соберутся верующие из разных областей. И в них будет одна цель – подяковать Богу. То есть, подяковать Богу за прошлый год. И подяковать Богу за все, что Он дает для нас, как Украины. И, безумовно, с самого вечера будет молитва за Украину. Потом будут разные презентации разных служений. И в вечере мы анонсируем такой выступ легендарной людини – Ника Вуйнича. Всем нам известна эта личность. Кроме того, будет такой святковый концерт за участью многих спевателей Украины. Хорошо, спасибо. Всех ждем. Приглашаем на это мероприятие. Таким образом, мы можем показать, что есть же люди в Украине, которые исповедуют христианские ценности и хотят, чтобы наша страна была сильной христианской страной. Хорошо, друзья. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо вам за участие. Берегитесь от зла и творите хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова